В документе прописано, каких целей необходимо достичь нашему региону за 5 лет. И в том же документе определены меры господдержки для развития кооперации в сельском хозяйстве. На эту тему дня к нам в студию пришел поговорить Михаил Евгеньевич Трубили, начальник отдела сельхозкооперации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли. Этот самый подписанный документ, что он нам дает? Я тогда скажу пару слов о том, что это вообще соглашение. У нас в стране в целях исполнения указов президента майских созданы федеральные проекты по всем отраслям, по всем направлениям. Одним из таких федеральных проектов является проект по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельхозкооперации. Вот как раз соглашение мы заключили с федеральным сельхозом о реализации такого федерального проекта. Заложены средства до 2024 года, это более 600 миллионов рублей, только федеральных. Будут и региональные средства заложены в этом году. Мы должны будем по итогу 2024 года достичь определенных целевых показателей. Я уверен, что мы это сделаем. Но я так понимаю, что там стоят задачи и до 2024 года, и задачи на текущий год, на 2019. Естественно, на каждый год стоят свои цифры, свои задачи, свои уровни развития. В 2019 году заложена цифра по созданию 24 новых субъектов МСП. 24 новых субъектов? Давайте проще, 24 кооператива назовем? Не только. Субъект малосредственного предпринимательства, это и фермер, и кооператив. И если мы говорим о создании субъектов, то да, это какая-то новая юридическая форма. Кооператив, фермер, то есть КФХ. Также есть показатель вовлечения новых людей в субъекты МСП, то есть любых. То есть это может человек вступить в кооператив, это может два фермера объединиться в семейную животноческую ферму. И таких людей в 2019 году у нас должно быть 200 человек. Вообще к 2024 году цифра должна составить 1400 человек. Вот эти просчеты, это работа специалистов нашего Министерства сельского хозяйства. То есть наверняка предоставляют какие-то цифры, какой-то паспорт нашего региона, вы все это просчитывали? Начну с того, что начали это просчитывать федералы. Федеральные органы власти, они брали какие-то базовые значения из статистики федеральной, из региональной статистики. Согласовывали с регионом, то есть с Краснодарским краем. Ну и естественно опирались на те деньги, которые выделены, потому что должен быть результат, если выделяются деньги, то примерно на 600 миллионов получаются такие цифры. Одна часть документа это то, чего мы должны достичь, вторая часть документа это то, с помощью чего мы это будем достигать? Да, значит планируется реализация трех мероприятий. Это будет грантовая поддержка под названием Агростартап, направленная на начинающих фермеров. У нас уже есть в регионе похожая поддержка, но она пользуется большим спросом, поэтому немножко переформатировав условия, федеральные органы решили вот еще запустить Агростартап. То есть это дается грант начинающему фермеру, который только зарегистрировался, на развитие своей фермы. Большой грант? Знаете, нет, до трех миллионов будет сумма, но я сейчас не буду говорить о деталях, потому что, как это говорят правил предоставления, на сегодня еще нет. Они будут только в феврале месяце, может в марсе. Все еще изменится? Возможно, поэтому я не буду никого вводить в заблуждение. Второе, это субсидирование кооперативов, субсидирование понесенных затрат. То есть кооператив, условно говоря, будет приобретать продукцию у своих членов, у своих пайщиков, и государство будет субсидировать затраты на это. И третий вид поддержки, это субсидирование центров компетенции. Я не знаю, наверное, многие уже слышали о таких организациях. Центры компетенции созданы у нас по Краснодарскому краю в каждом муниципальном образовании. Это такие, грубо говоря, кабинеты, где два-три специализированных человека, которые обучены, помогают, консультируют представителей малых форм хозяйствования. В ведении бизнеса, по господдержке. То есть полный спектр информации им предоставляют, в том числе и какие-то организационно-правовые моменты помогают решать. И чтобы эти центры компетенции жили, работали дальше, разработано субсидирование этих центров компетенции. Они могут получить до 70% компенсации на зарплаты, на приобретение оргтехники, на текущую деятельность. А как вы считаете, этих мер господдержки достаточно для того, чтобы сельхозкооперация медленно, но верно развивалась? Есть еще и другие меры господдержки. Что очень хорошо, помимо федерального проекта, у нас еще есть региональные. И в совокупности, я думаю, более чем хватает на сегодня поддержки. Если у людей есть желание, четкое понимание, как развиваться, этой поддержки хватает. А наши меры, вот эти субсидии, может быть, гранты, они совпадают с тем, что дают федералы? Или это все-таки какие-то немножко другие истории? По гранту начинающим фермерам, это практически одно и то же. Практически одно и то же, но ничего в этом плохого нет. Что касается кооперативов, то тут уже формы поменялись. Если федеральный проект, это субсидирование понесенных затрат, то есть ты сначала потратил, потом тебе вернули какую-то часть, то у нас в регионе сейчас действует грантовая поддержка, то есть деньги наперед, авансом. Эта грантовая поддержка, два вида у нас есть, начинающим и действующим кооперативом. Если ты действующий кооператив, то ты должен быть зарегистрирован как минимум год, уже какую-то деятельность осуществлять, написать заявку, бизнес-план сделать, проект свой представить в министерство, и тебе проавансируют на твой проект деньги, до 70 миллионов рублей. К нашему разговору подключается еще один эксперт, полномочный представитель губернатора Краснодарского края, Вячеслав Александрович Легкодух. Вячеслав Александрович, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вячеслав Александрович, ваша оценка ситуации сельхоза кооперациями в Краснодарском крае на настоящий момент? Как вы видите, что происходит? Куба была всегда и есть лучший сельхозрегион в России, и в этом плане мы не хуже всех, скажем так. То есть, в принципе, все идет по плану, да? Все хорошо? Ну, все хорошо, как всегда, хочется еще лучше. Считаю, конечно, у нас началось с действием программ, которые у нас есть, краевая, федеральная, и сейчас еще одна будет программа федеральная. С действием программ поддержки кооперации, с развитием вот этого самого механизма помощи в формировании кооперативов, ну, скажем так, и раскручивание маховика общего дела, скажем так, это и рекламный продукт, и популяризация, и действия, и все остальное. Вот, у нас процесс пошел намного живее. Ну, конечно, хочется примерно, вот знаете, у нас в 2008 году был всплеск оперативного движения, когда мы там за пару лет прыгнули прямо в разы, в разы все прыгнули. Хочется и сегодня этого, это сегодня немножко идет меньше, но оно идет, и очень хорошо идет. И, ну, здесь нужно будет, конечно, корректироваться, здесь вот с Минсельхозом у нас налажено взаимоотношение, корректировка определенной программы, определенных программ поддержки. Хотя вот новая программа федеральная поддержки, субсидирование кооперативов, я считаю, этот стимул такой будет. 50% приобретенной техники, представляете, что такое? Это очень хороший стимул. Вячеслав Александрович, я помню, в одном из интервью вы говорили, что лично вам приходится некоторым фермерам чуть ли не на пальцах объяснять плюсы сельхозкооперации. Вот эта практика продолжается, когда вы рассказываете, почему хорошо вступить в кооператив? Ну, и не лично, и лично, вернее, и лично тоже. Но, как правило, мы это делаем совместно с министерством, приглашаем, есть у нас отдел, есть у нас управление, которое занимается. И приходится даже на пальцах говорить, потому что все-таки остается вот этот жесткий стереотип, и так называемый его, так его назову, называемый сдерживающий фактор субсидиарной ответственности, потому что вот сейчас пришло заседание очередного там мероприятия, вот, и там опять поднимался кооператив, и вот крик из зала, да опять у нас все хотите в хохозы объединить? Да нет, это совсем другой вид объединения. Это объединение для определенных целей, для определенных задач, и, ну, это совсем другое, это не колхозы. Поэтому здесь вот приходится это все-таки доносить, да. Вячеслав Александрович, спасибо, спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Действительно, да, вот это вот предупреждение, что... Ну, конечно, да, людям... Страшно. Мы стараемся объяснять. Есть такое, есть. Люди не совсем еще до конца понимают, о чем речь, хотя многие уже, как говорят, в теме. Есть же прям уже положительные такие классические примеры, которые можно, не знаю, в учебник прям... Есть. ...посельхозкая операция. Там много таких примеров, на самом деле. Особенно в 2018 год у нас был успешный в этом плане. Практически все наши грантополучатели, которые обратились к нам, все очень добросовестно исполняют свои обязанности, которые они подписали, соглашения. У нас в 2018 году 11 грантополучателей было, мы более 300 миллионов рублей выделили поддержки кооперативам. На эти деньги уже сейчас строятся три плодовощехранилища, мощностью 500-600 тонн, чтобы кооператив и пащики кооператива могли там круглогодично хранить свою продукцию. Необходимая техника была приобретена, оборудование по переработке в большом количестве. И самое главное, это все уже в 2018 году начало работать. Практически все. У них есть время, за два года они должны освоить эти деньги, и потом в течение минимума пяти лет все это имущество не подлежит ни дарению, ни аренде и так далее. Кто охотнее объединяется в сельхозкой кооперативе? Животноводы, может быть, те, кто занимается переработкой. Вот у вас какая-то такая статистика, аналитика есть? Вы знаете, зависит от муниципального образования, во-первых, смотря где какое направление. Но на сегодняшний день я могу точно сказать, что пока что большинство это овощники. Возможно, я допускаю, что немного проще им объединяться и как-то вести свою деятельность. Ну, уже появляется, есть у нас и молочный кооператив, очень хороший работает в Славянском районе, ферма настоящих продуктов. Из тех, кто занимается овощами, первое приходит в голову, я везде об этом говорю, это Кубанское поле кооператив. И там Елена Григорьева, председатель, такая очень инициативная девушка, которая ведет за собой пайщиков, к ней идут. Хотя поначалу она бегала за всеми, пыталась объяснить, в чем плюсы. Сейчас уже бегут к ней и вступают в этот кооператив. Они строят как раз по овощи хранилища, у них уже есть выход на торговые площадки и в нашем регионе, и в московском регионе. А торговые площадки сами выходят или вы здесь тоже им как-то помогаете? Ну мы, как мы можем помочь? Конечно, да, мы собираем какие-то мероприятия, приглашаем представителей торговых сетей, пытаемся найти общий язык, познакомиться, узнать условия, какие-то выходы находим. Все-таки информация, да, вот я помню даже с Вячеславом Александровичем разговаривал, он говорит, что для многих фермеров зачастую, ну не знаю, не доходит информация и о субсидиях, и о грантах, и о тех же плюсах объединения в сельхозкооперативе. Вот здесь вот какая-то разъяснительная работа министерства ведется. Выходите ли вы в народ? Обязательно. Мы в каждом муниципальном образовании, бывает по разу, бывает по два, каждый год приезжаем, проводим мероприятия, собираем представителей малых фонхозяйств. И вы знаете, собираются залы, собираются там по 100 минимум человек приходят, только непосредственно на это мероприятие, а потом, конечно, все еще по испорченному телефону доходят до остальных, начинают себе звонить, спрашивать, появляется интерес. Приезжаем, рассказываем, берем с собой методички, у нас разработаны методические рекомендации, там прописано, по большому счету скопирован доступным языком 193-й федеральный закон о сельхозкооперации, где прямо алгоритм прописан, как создаваться, как работать, каким требованиям должен кооператив соответствовать и так далее. Все вот эти азы мы рассказываем, ездим по районам, плюс центры компетенции, как я уже сказал, это как раз именно для этого и созданы. У меня к вам последний вопрос, наверняка же вы интересовались, как обстоят дела в других регионах, если сравнивать Краснодарский край, может быть соседние, сельхозкооперация, как это? Ну, я хочу сказать, что в пятерку, шестерку мы точно входим. Есть, конечно, очень мало, но и более успешные регионы, но в пятерку мы входим однозначно, мы одни из лидеров. А в ближайшие 2-3 года, не сомневаюсь, что выйдем в лидеры. То есть прогноз оптимистичный? Очень, конечно. Во многом благодаря тем мерам, которые уже есть, которые будут, и тому соглашению, которое подписано в Лидс Москвы. Спасибо, спасибо огромное, что пришли и ответили на наши вопросы. У нас в студии был начальник отдела сельхозкооперации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Евгеньевич Трубилин.